Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 января, Васильев вечер. В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. Этот день называют Васильевым вечером, потому что на следующий день церковь празднует память Василия Великого. Обязательным блюдом к этому празднику было блюдо из свинины. И все потому, что святой Василий Великий считался покровителем свиноводов. В народе даже существовала такая поговорка. «Нечистая животина свинья. Да нет, у Бога ничего нечистого. Василий зимний осветит». Сегодня Васильев вечер и Старый Новый год. Щедрый вечер. В соответствии со старыми обычаями отмечали не день Василия, а его канун. Васильев вечер. Его еще называли щедрованием или щедрым вечером, поскольку колядующим раздавали подарки. Весьма распространены были сегодня вечером святочные гадания, как наиболее правдивые. Потому и говорили, что нагадаешь на Васильев вечер, то и получишь. Существовало поверье, что в этот вечер нечистые силы крадут вместе, чтобы никто не видел их гуляния. В народе был распространен обряд варения каши на Васильев вечер. Кашу сегодня варили до рассвета. И когда хозяйка вынимала чугунок из печи, то произносила «Просим к нам в дом со своим добром». Если чугунок был полным, это считалось к удачному году. Если чугунок был наполнен не до краев, проблема. Сегодня ходили в гости, угощались пирогами и блюдами из свинины. Никаких новых дел сегодня не начинали. Верующие ходили в церковь, чтобы помолиться святому Василию. Приметы. Сегодня на столе обязательно должно быть блюдо из свинины. Скот будет плодовитым, а в семье будет лад и мир. Чем обильнее застолье, тем более удачливым будет год. Если хозяева хорошо примет колядовщиков, это к счастью. Считать мелочь в этот день нельзя. Это к горю и слезам. Если ночь звездная и ясная, урожай будет богатым. Теплая погода к дождливому лету. На улице туман к счастью и богатому урожаю. Сильная вьюга к богатому урожаю орехов. Все сны сегодня вещи. Если заболеешь на Старый Новый Год, то оправишься от болезни не скоро. На программу целебная кулинария. Ну, можешь так сказать. Итак, Ариана. Ариана. Смотрите, для Арианы мы как раз будем готовить целебное блюдо. Несколько блюд. Значит, основной компанией, которая обладает целебными свойствами, это проросшая пшеница. Посмотри на салонышкой. Видишь, маленький проросточек. Беленький. Вот этот маленький беленький проросточек, это как раз и есть то, что надо. Значит, когда прорастает пшеница, вот до такого состояния, здесь появляются витамины ГРУП, которые нужны, плюс жизненная энергия, которая сразу же действует и укрепляет нас. И зимой, как вышли болезни. Вот. Мы возьмем вот такие вот маленькие фруктики, да? Чтобы так сказать, создать вкус. Вот мы их возьмем с овощной салон. Возьмем пшеница. Какие-то маленькие лимончики, я не знаю. Вот, теперь смотрите, мы берем проросшую пшеницу. Просто-напросто. Можно две столовые ложки. Две столовые ложки, так как раз у нас будут две горшочки пшеницы. Так. И теперь что нам надо? Нам надо еще витка взять. Мы берем мед. Точный мед. Можешь ложечку? Вот. Так, любишь слоинька? Да. Поляна, любишь слоинька? А кто слоинька любит? Ничего. Простите меня. Семь. 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 Вот. Так. Добавляем сюда мед. Метка. А вы, асялисты, эманолица. Так. Добавили. Чипак. Метка. Метка. Можно сюда положить, потому что потом пшеницу надо. Добавили. Теперь что мы делаем? Старте сим-карты. Все надо смешать. Значит, в качестве смесителя мы с вами будем использовать. Вот у нас здесь. Метка. Это проросло зерно? А это что? Да. Это проросло зерно, а это такие вот мангаринчики. Лимончики. Смотрите. Добавляем. Это что мы делаем? Метка. Это мы с вами делаем серебро блюдо для того, чтобы осенью и зимой варить, которая подходит из проросшей пшеницы. Идет. Да, идет. Все. Значит, это у нас уже не надо. Значит, теперь закрываем. Опа. Арина, включаем. Вот эту кнопочку нажимаем. Раз. Опа. Подали, как сказать, напряжение на эту. Первая. Протяжка. Хорошо. Хорошо. Все, все, все. Я обнимал почти. Теперь надпятуем. Эх! Время. Сейчас мы снова промылим. И мы попробуем. Угу. 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 Смотрите. Теперь давайте. 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 Чашечки? Чашечки. Ставьте бокальчики. Вставьте бокальчики. Валопадо будет. Станачком? Угу. Да. Давай, тащи еще стаканчик, тащи. Давайте. Да, это будет джазер и зато бегать. Ася, запоминай, каждое утро мы будем место служебного педа. Вы примете лекарство? Да? Давайте. Вместо это маленьких мандаринчиков. Что можно кидать? Можно любую зелень кидать. Хватит, хватит. Это крупа, да? Попробуйте. А послаще? Да, да, да. А послаще нельзя? Послаще. Все зависит от вкуса. Если вы хотите более сладче, просто вместо одной столовой ложечки добавите две столовые ложечки мёда. Можно мандарин, можно лимон, да? Ну да, давай. Не обязательно мандарин. Мам, попробовали. Что вы скажете? Нормально. Нормально, да? Да. Ну-ка, Наш, попробуй. Как тебе этот напиток? Вы. 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 Иди попробуй. Попробуй. Это мы сейчас ополаскиваем и делаем новый напиток. Вы попробовали? Не обязательно выпивать. Просто вы попробовали, да? Можете выпить. На добрую память. Смотрите. Теперь мы с вами готовим вроде бы то же самое, вроде бы то же самое, да? Но с другим и на виду нет. Мы с вами берем кинза, укроп, кинза. Вглубь только нога. В коробку. Ты не изъедаешь? Ася, ты не едешь, но в меню на екзал. И сюда, смотри. Оп. С вами ручками положи. Вот. Здравствуйте. Смотрите теперь. Укроп. Небза. 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 Хочет сбросить лишний вес, воду и так далее, да? Опять-таки, мы с вами задумываем. Ну, как ты берешь кинзочку? Побольше, побольше берешь. Вот. Сюда. Еще разок. Вот. Вот. Отлично. Хорошо. Значит, что тут? Вот сейчас мы его с вами пили. Одна его перемолола, чтобы более тщательно перемолола. Просто у нас сейчас времени нет. Два раза надо перемолоть. Чтоб мелкая фракция была, как слива. Значит, вот эти у нас тут хорошая чумничка, да? Теперь кинза, укроп. И... Медок мы с тобой с тобой заберем. Некоторые говорят, надо послаше. Поэтому мы берем теперь кинза, укроп. Мы берем большую ложку леда. Что добавить теперь? Кинза, укроп. Большое можно... Это, по-другому. Укроп. Всё, по-другому. Добавили. Укроп. Ну, даже ваша повара, поднимите его. Всё подниму. Да, да, да. Он поднимет. О, поднимет. А он, очень сильный. А теперь, что вы берете? Теперь, что вы берете? Кинзилла добавили, да? Да. Добавили. Кинзиллочку. Обачки берем, обачки наливаем, молодец, так налила, можешь вот отсюда, ооо, хорошо, вот эти кусочки, да, эти, то есть это, можно сказать, в лесный завтрак, это вообще очень сытно, мы только закрываем, стартур, правильно, нет, один, растяжка, продумка, пять. Девятнадцатые лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутином. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. 20-е лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание либо ходьба на ягодицах.